Друзья мои, я могу сказать, что я приехал сейчас из отдалённого региона под названием Остров Сахалин. Ты как-то не похудел? Во-первых, там был большой поварской конкурс, и было очень много конкурсантов, в том числе были представители из Японии. Так как они совсем там близко, они прямо делают, у них мастер суши есть. И я когда увидел, какое количество нарезанных морепродуктов, свежайших, сидящих японцев, пробующих это, я сказал, это я правильно приехал. В общем, я получил большое удовольствие. Но у суси, у них же в конце концов Южный Сахалин в несколько десятилетий был частью Японии, как и Южный Курилы. Ну да. Им не привыкать к местным морепродуктам. Да. Не отвыкли, нет. Ну, я могу вам сказать, вот когда мы были по приглашению Министерства сельского хозяйства Японии с поездкой, начиная от Саппора до Южных островов, мы проехали все, посмотрели, что они там выпускают. Я могу сказать, что суси и сашими это не традиционная в общем еда, это в общем еда такая праздничная и разница от северных островов до Южных их вообще ассортимент продуктов, которые они используют. Сильно отличаются от наших. Ну нет, у них есть, конечно, определенные традиции, но они тоже самые едят и свинину, и говядину, и очень большое количество овощей. Суси и сашими, японцы, суси и сашими. Я говорю, а у вас чего-то большое? Я говорю, ну мы проходим ваш путь, естественно, да, там нам надо, чтобы было много, а вот эти вот овощи все наструганные, потому что, ну, овощи стоят дешевле, чем это. Ощущение большого блюда там, он говорит, да, я понял все. Русский ролл, красно-черная икру в виде знака. Нет, да, это правда, да. Но я тебе хочу сказать... Японцы вреды есть. Я тебе хочу сказать... Нет, ну у них, да, у них не сказать, что у них там есть какие-то вещи, потому что это развивалось, в общем, тот же ролл Калифорнии, он же был придуман же в Калифорнии. Отсюда и название? Ну, в общем, да, да, на... там же русская река, ты помнишь, да, в общем... Ну, сыр Филадельфии, это тоже, в общем, не японский сыр, да? Да, 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 я тебе хочу сказать, что там же русская река, знаешь, да, в Калифорнии. В общем, ролл Калифорнии это национальное русское блюдо сегодня, я уже считаю. Это я такую хохму рассказал, все вдруг это сказали, вот Бухаров сошел с ума, вдруг так... Я говорю, базу можно подвести под что угодно. Ну, единственное, что я хочу, чтобы мы сразу исправились, это тут филологи говорят, то суси и сасими, то суши и сашими, чтобы радиослушатели не путали. Договоримся о терминах? По-японски, да, правильно, у японцев нет звука ша, поэтому суси и сасими, это правильное название. Но поскольку все-таки к нам эта кухня пришла действительно такая через Соединенные Штаты Америки, вначале развившись там, то поэтому у нас укоренилась американская транслитерация, то есть суши и сашими. Поскольку си невозможно, там эсэйдж пишется, то, в общем, если вам с японцем будут спрашивать про суси, то это суши. Да, это мы знаем, да. И наоборот, если вы там попросите в японском ресторане суши и сашими, то вам могут ничего не принести. Ну, почему? Они как раз понимают. Догадаются? Американцев полно. Слушай, я вот эти транслитерации вообще с трудом себе понимаю, понимаешь, потому что, вот, скажем, не знаю, почему итальянский город Ферензо называется Флоренция. Вот попробуй ты спросить итальянца, где находится Флоренция. Я думаю, что тебе долго придется ему объяснять, пока ты мне скажешь, где находится Ферензо, он тебе скажет, да, вот, Ферензо рядом, да. Ну, как-то так случилось. Ну, Рома, это у нас Абрамович, а не Рим. Да. Как есть? Ну, вот, особенно, говорят, вот такие вещи, как Ферензо и Флоренция. Хорошая тема, филологическая такая. Давайте. Хорошая тема, филологическая такая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова